Меня зовут Владимир Иванович, я приветствую вас на своем столярном канале. Ко мне обратился заказчик с просьбой отремонтировать круглый стол. Большая столярная работа была выполнена мастерами 6 лет назад. Прикреплю фотографии, чтобы увидели вы проблему будущего ремонта. Стол начинает растрескиваться, усыхаться, потерял первоначальную форму, геометрию. Короче, пришел стол в негодность. Попросили меня отремонтировать. С такими проблемами встречаются многие мастера, которые выполняют свою работу из влажного леса. Да, это одна проблема – влажный лес. Сегодняшний фильм косвенно касается проблемы ремонта стола. Этот процесс называется гистерезис – замедление, опаздывание. Разная трактовка у этого слова, но в любом случае, друзья, это медленное высыхание и медленная усушка и коробление дерева. Можно ли отремонтировать такой стол? Конечно, можно. Можно ли дать гарантию? Нельзя, потому что процесс коробления будет продолжаться и продолжаться. Как поступить в данной ситуации? Я продолжил заказчику изготовить совершенно новую столярную работу – стол. Стол выполнен из термодерева, где влажность 6%. Об этой цифре я часто говорю, что, чтобы давать гарантию, надо влажность была 6%. Из такой влажности стол будет стоять долго, не потеряя геометрию. Во время изготовления я покажу еще некоторые приемы, которые обеспечивают безопасность сохранения столешницы, чтобы столешница не коробилась. Тем более, круглая столешница. И не просто круглая, она будет наполнена немножко брутальным оттенком, потому что недавно побывал у меня в гостях Александр, канал Форест Ламп, немножко заразил. И в комментариях я сказал, что следующая работа будет выполняться в брутальном стиле. Самая интересная, самая сложная и самая ответственная работа – изготовить столешницу. Это самый трудоемкий процесс. Дальше будет одна ножка, 4 лапы, вверху 4 царги, все это простое, все это по шаблону делается. А столешница – самый ответственный момент. Для изготовления я буду использовать материал «вязь карагач». Влажность от 4 до 6%. Вот такие заготовки. Как принято называть слэбы, срезы дерева, красивая расцветка. Основной размер 1,20 м, значит с запасом буду брать где-то 1,25 м. После ленточки заготовки имеет такой вид. Да, брутальщина немножко это страшная. С лесовой стороны приложу провила. Вы видите, прогиб здесь примерно 1,5 см. Но я должен сначала на фуговальном станке подровнять базу. И потом уже выравнивать рельс мусом. Надо немножко поработать с поверхностью, где была кора. Вот я кору снял. Скажем, поверхность не очень красивая. Я хотел сначала ободрать металлической щеткой, сделать легкое браширование. Но поверхность плохая, некрасивая. Поэтому граф спидкатор диск и хаотичными движениями попробую повырывать вот такие пятна. КОНЕЦ После станков детали имеют такой вид. Граф спидкатор прошел. Фуговальный станок и рейсмус. На вот эти две детали будет идти большая нагрузка, если оставить в таком положении, как есть. Чтобы сделать крепче, я сюда вставлю такие небольшие заготовки. С одной и с другой стороны. Конечно, наклею, на шкантах. Все соберу. Процесс этот простой. Просто вот так вот оно будет вставлено. И потом эти детали прогоню через рейсмус. Окончательно. Склейка произведена. И так выглядит основная деталь. Это изюминка будущего стола. Самое главное теперь. Вот эту деталь прогнать через рейсмус и боковинки. Одним проходом. После склейки детали с обратной стороны имеют такой вид. Здесь ничего нельзя придумать, кроме того, как залить эпоксидку. Кристалл артлайн. Она легко обрабатывается. То есть нагрузки на фуговальные ножи большой не будет. Внутреннюю поверхность пройду акриловым лаком в цвет палисандра. Вот эти места, где кисть нечаянно вылезла. После рейсмуса все уберется и будет линия очень четкая и плавная. Лак высох и имеет такой вид. Патина масляная. Эти наборы краски, скажем, все покупаю, друзья, в магазине для художников. И все. Немножко верхушку кое-где хочу украсить. Она разотрется. Вот такой вид. Подбираю остальные доски на столешницу. Сделал импровизированный циркуль с радиусом. И на заготовках отмечаю, конечно, с припуском. И теперь можно лобзиком отрезать, так как заготовки кривоватые, чтобы поработать и выровнять. После шлифовального станка разложил детали. Сейчас надо вот эти места, стыковки, пройти на фуговальном станке и пройти примерно вот так. Кусок фанеры прошлифовал. Она калиброванная. Отличное качество. Теперь на заготовках надо прорезать длинный паз, вырезать фанерный шип и все это собрать. Клейку буду выполнять частично. Сначала серединку. Подготовил струбцины. Клейперид 300 плей. Если меня смотрят начинающие, друзья, вот эта фанерка, которую я вырезал, это шип мой. Он немножко слабовато ходит. Применосение клея, клей добавляет толщину. Если сделать очень плотно, надо будет стучать клеянкой. Видите-ка, уже входит плотно. А вот здесь, вот примерно такой зазвор. Я не скажу, что это свободно. И еще две загасовки на столичницу. Приклеял процесс тот же самый, что я показывал. Единственное, друзья, проверяю. Видите, все в плоскости. Существует крылатые изречения, струбцин всегда мало. После следствия стол имеет хорошую геометрию. Видите, провела лежит ровно. Это обратная сторона. Есть дефекты, которые буду заливать эпоксидной смолой. Дальнейшее действие. Надо сделать утолщение миллиметров на 20. Поэтому сейчас напилю досточек. Они будут светлые. Светлые, такие точно, как вот здесь две вставки. Потом сделаю циркуль, импровизированный, от центра. Буду рисовать два диаметра, внутренний и наружный. Обрезать внутренний по ленточке, наружный с запасом. И начну наклеивать вот эти досточки утолщения. Буду наклеивать сначала с боковых сторон. Проведу циркулем и начну клеить с боковых сторон. После рейтмуса заготовки имеют такой вид. И вот эти рейки я буду приклеивать в качестве утолщения. Расположение волокон, что на столешнице, что на оттолщине, должно быть одинаковое. То есть, если у нас в столешнице заготовки идут вот так, и в утолщине то он клеит только так. Вот так, друзья, клеить нельзя, потому что продольный, поперечный и коэффициент расширения совершенно разные. На некоторых породах дерева достигает до 13 единиц. Укладываю брусок. Здесь я отметил примерно линию. Есть у меня такой циркуль импровизированный. Здесь я ставлю метку. и два радиуса. Вот такое будет утолщение. Вот эти места я подрежу после. Коротенькие. А большие подрежу сейчас на ленточке. То есть, я подрезаю вот эту сторону, вот эту с запасом, наношу клей, нейлером прибиваю, придавливая струбцинами с одной стороны, потом перехожу к другой стороне. Сегмент за сегментом. Конечно, нейлер очень выручает. Заготовка, которая приклеена на клею, не плавает. Сорудил на скорую руку циркуль примитивный с упором, который шел от фрезера. Здесь рейка, то есть здесь с принципом регулировки. Примитивный циркуль снова устанавливаю на лицевую часть и начинаю обрабатывать фрезерование по окружности. Вот такой вид имеет столешница снизу. Напомню, для изготовления использовал термодерево. Влажность этого дерева 4-6%. С этим материалом можно остановиться и сказать, столешница практически готова, кроме украшений, которые хочу выполнить на фасаде, на лицевой поверхности. Друзья, если вы будете изготавливать и влажность леса будет превышать 8-10%, не дай бог и 12%, то обязательно надо установить плавающую царву. Для того, чтобы фильм был полноценным, я даже на этот стол установлю плавающую царву. Пусть даже фильм затянется во времени, но это будет очень полезен. Круглый стол с плавающей царвой. Это моя столешница. Вот это утолщение. Вот это лицо вверх. Вот это низ. В чем будет заключаться смысл плавающей царви? Я буду изготавливать брусок вот такого сечения в форме ласточки. Вот этот брусок будет идти во всю длину. Изготовлю еще небольшие элементы. Эти элементы будут с таким же углом, как угол на ласточке. Вот эти элементы я буду жестко прикреплять к столешнице. То есть во всю длину. Будет один ряд обратной ласточки, второй ряд, и между ними будет ласточка. Вот эти будут жестко прикрепляться. Направление их точно так будет, как направление волокон на самой столешнице. А плавающая ласточка будет иметь продольное направление волокон. И при нагревании столешницы, к примеру, утром вышли, выносили стол на солнышко, солнышко нагрело лицевую поверхность, коэффициент расширения очень большой, и в это время столешница начинает интенсивно нагреваться и изгибаться. Чтобы геометрия осталась правильно, вот эта плавающая ласточка и будет держать стол в напряжении. Произойдет щелчок, рывок, то есть передвинется на какой-то миллиметр, два миллиметра, но геометрия не нарушится. Наклон телует 30 градусов. Вот это, друзья, плавающая царма имеет такую форму в виде трапеции. Догна быть жестко зафиксирована по отношению к самой столешнице. А фиксироваться будет при помощи таких элементов. Вот эти элементы я буду намазывать клеем, наносить и пристреливать. Они будут во всю длину, с одной и с другой стороны. То есть, вот эти элементы будут жестко соединены со столешницей. А сама цара будет вот так перемещаться. Видите, как перемещается. Здесь буквально 1-2 миллиметра достаточно, чтобы компенсировать какой-то зазор. Самое интересное, клей, когда нанес, клея совсем немножко, ее будет достаточно, он хорошо схватится и будет держать. Площадь вот этих сегментов очень большая. устанавливаю, углы совпадают, нейлер, три гвоздя. После склейки низ стола выглядит следующим образом. Вот это стол, собранный правильно. К вот этой плавающей царке будет крепиться и одна нога. Или если стол прямоугольный, четыре ноги. Здесь будут укреплены ножки. Если жестко закрепить, будет происходить изгиб столешницы. А я продолжаю изготавливать, друзья, на очереди заготовки, чтобы изготовить одну ногу. Нога должна быть мощная, большая, потому что стол в диаметре метр двадцать, поэтому три заготовки буду склеивать и после обработки где-то должен получиться 120-130 миллиметров в сечении. Сама нога будет состоять из трех деталей по толщине. Где-то пятьдесят пятка, но немножко лес кривоватый, распустил. Как всегда, леса немножко не хватает. Подобрал по цвету примерно что-то похожее и средняя деталь будет склеена. По бокам будет из вот этой структуры дерева, а внутри будет другая порода. оттарксовал заготовку на пиле, предварительно, конечно, нарисовал чертеж. Чертеж это схематический, как я должен выполнять токарные работы. Установил приспособление и сделал, конечно, размешку соответствующую. процесс фрезерования происходит быстро, хорошо и, главное, очень аккуратно и точно. Вот так выглядят утолщения, приклеенные на заготовку будущей ноги. Ножку крепил при помощи планшайбы. установил все саморезы. Обороты в обратную сторону будут крутиться за кадром. Вращение где-то на 600 оборотах начнется обработка 600 оборотов. Потом обороты будут добавляться. Перед выполнением токарных работ использую резцы. Раньше самодельные резцы затачивал практически во время работы раза 3-4. Сейчас использую резцы фирмы Kirshen. Заточка свелась примерно 5 работ одна заточка. Использую джет мокрый круг. Затачиваю на глазок, потому что не знаю даже какой угол. Угол подобрался опытным путем. Во-первых, экономия круга идет. Во-вторых, быстрее. Нет никаких приспособлений. Поэтому вся заточка выполняется на глазок. Заточил, посмотрел, заточил, посмотрел. И все. Вот так выглядит готовая столярная работа. Ножка красивая, мощная, огромная. Друзья, мало снимал токарных работ, потому что большая вибрация на станке. Хотя и станок мощный, имеет приличный вес, но все равно вибрация. Вроде ножка симметрична, а вибрация присутствует. За кадром шум, друзья, работает в углу. Вот так вот. Вентилятор, фильтр и очищает воздух. Окончательная шлифовка таким материалом. Самое интересное, друзья, сейчас пока буду шлифовать и вам скажу. Как вы думаете, какой это материал? Как вы думаете, какой это материал? Отвечаю, это материал клен татарский. Белый цвет имеет, очень белый цвет, но когда термируется, приобретает небольшой желтый оттенок, небольшой соломенный цвет. Это такой прекрасный материал. Хочется нарезать пирамидку сверху. Установил ограничение по высоте, ограничение одни ограничения установил. Короче, одни ограничения. медстиг оттенок менты сидит и я металл и вот менты по свету и как я это есть менты На центральную ножку будет устанавливаться 4 лапы снизу, вот есть заготовка, и 4 царги, или лапы перевернутые, как бы ни назывались, друзья, сверху, здесь 145 ширина, здесь 100 ширина. Начальщина контур, вырежу на ленточке, изготовил вот такой шаблон, шаблон буду укреплять, вот такой фрезой, полустережневая фреза на 40, буду проходить по шаблону, чтобы вот эта поверхность имела такую форму. Фреза установлена, шаблон припил, припил гвоздями, припил нейлером, здесь подложки, чтобы потом гвозди можно было выдать. Фреза, друзья, старенькая, видно, подгорает немножко, это фреза для изготовления фигурных рамочек. Много пришлось изготовить, вот так обработка идет. Итак, все детали, после фрезерного станка деталь имеет такой вид. Вот теперь можно их отторцевать точно по длине, здесь уже база есть, вверх это база есть, теперь отрезаем под прямым углом все детали, чтобы были строго одинаковые, как в самолете. Следующая работа, это фрезеровка, паз, вставить сюда вставной шип, фрезеровка нижних лап, изготовил шаблон, на выходе здесь прикрутил еще небольшие отрезки, чтобы не скалывало. Так, все четыре ножки. После фрезерного станка деталь имеет такой вид. При задавлении шаблона, я в этом месте принципиально оставил миллиметров 60, прямой участок, и между вот этим, между вот этой торцовкой и между вот этим будет 90 градусов. Столярная работа, круглый стол, большая, по объему работа, можно было поделить и сделать несколько фильмов, решил сделать в одном фильме, пусть он затянется, так что, друзья, потерпите, кому очень интересно, смотрите, в одном фильме это полезнее будет информация. Лапы нижние готовы, вот такой вид они имеют, все одинаковые, как с инкубатором. Произвел разметку, и теперь надо высверлить паз. Хотел немножко рассказать, как я буду выполнять крепление лап и верхних цар к ножке. В ножке профрезерованы пазы. Вот эти вставные шипы будут вставляться в те отверстия, но этого крепления недостаточно. Я буду дополнительно еще выполнять следующее действие. Вот здесь я сделал разметку. Разметка выполнена так, что от центра она выполнена со смещением, немного. На двух парных немного выше центра, на двух парных ниже центра. Сейчас закерню и в этом месте просверлю глухое отверстие на 35. Вот здесь, кругом. Потом отсюда, со стороны шипа, просверлю отверстие, чтобы оно выходило в круглое отверстие. Этот принцип аналогичен, как крепить столешницы на кухонной мебели. И перед сборкой буду вставлять сюда длинную шпильку. Здесь будут шайбы и будут гайки. И все это буду стягивать шпилькой. Хочу еще раз заострить внимание на креплении. Вот так будет выглядеть узел. Шпилька М8. Потом одевается шайба, и одевается, и накручивается гайка. С одной стороны, точно так с другой стороны. Конечно, наносится клей. И потом зажимаю ключом с одной и с другой стороны. Такой ключ с нагибной головкой. И потихоньку начинаю прокручивать и сдавливать. Хочу показать момент затяжки. Друзья, очень надежно. Я заготовил еще такие небольшие детали. Вот эти детали будут закрывать с двух сторон. Стол практически готовлю. В центре осталось приготовить небольшой изюмин. Украшение, которое я хочу исполнить на этой столешнице, будет заключаться в следующем. По центру, где моя вот эта декоративная щель, я должен изготовить несколько рейчек. И вот эти рейчки уложить в одном уровне со столешницей. Конечно, рейчки другого цвета, чтобы они взяли на себя внимание. Итак, мне надо профразеровать пазы. Форма будет криволинейная. Поэтому изготовил такой шаблон. Пристрелил его гвоздями. Взял направляющую шину. У меня есть каретка, она направляющая шину. И вот если установить каретку, то она будет так вот перемещаться. Я, друзья, прокрытил линейку. И по линейке один край буду отмерять. Кратно 40 миллиметров. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот так получилась фрезеровка полосатых пазов. Еще раз напомню, друзья, шина, по шине переезжает каретка, ограничение просто струбциной, дальше придавливал знаменитым своим рельсам и математически по 40 мм добавлял, здесь прикручена линейка. Делаю рейки и начинаю потихоньку подгонять. Изготовил небольшие рейки 20х10, на ленточке порезал с запасом, на шлифовальной машине подогнал, вклеил, остается шлифовка и нанесение лака. Вот так выглядит готовая столярная работа, круглый стол. В сегодняшнем фильме я подробно рассказал о процессе изготовления этого стола и очень подробно рассказал о том, как правильно изготовить круглый стол, особенно столешницу. Сверху я его украсил небольшим элементом, хотелось сделать брутальный, но у меня брутальщина всегда получается нежно. Хочу ближе вам показать, как выглядит этот элемент. Вот такая лесенка, вот такая железная дорога, вот такие клавиши, материал термодерево, это карагач, вяз и клен. Две основные лапы при помощи саморезов крепятся жестко к плавающей царе. Здесь видно, думаю, две остальные лапы при помощи проставок также крепятся к столешнице. Лапы имеют большой вылет, стол очень устойчивый. Иногда говорю крылатые слова, работа нравится мастеру. Изготовление круглого стола ушло ровно неделя. И чтобы это изделие выглядело полностью законченным, надо сказать крылатую фразу. Задавайте вопросы, комментируйте работу. А я вам до новых встреч, всем доброго, с уважением, Владимир Иванович.